Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, всегда вы это делаете в одно и то же время, с утра и до самого вечера, пока спать не легли, но по будням с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, ну и, понятное дело, живую музыку слушаем. Это естественный процесс, привычный, я надеюсь, и ожидаемый вами. Здесь у нас добрая традиция, прежде чем музыканты произносят что-то в эфире, они поют, ну для того, чтобы в неком смысле музыкальную заявочку сделать, чтобы люди понимали, что эти два часа здесь будет происходить. Традицию мы не нарушаем. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как-то сразу захотелось говорить немножко с другими интонациями, знаете, как мелодии и ритмы зарубежной эстрады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слышите, что вы слышите не часто, и очень бы хотелось, чтобы эта музыка становилась для вас такой же привычной, такой же замечательной, такой же, собственно говоря, привлекательной, как и для нас. Алексей Черняев, гитаро-вокал. Добрый вечер. Добрый. Микрофончики, которые горят, вот эти студийные. Да, у барабанщика свой, сейчас мы отдельно к этому подойдем. К нему, к этому микрофону можно хотя бы раз за эфир подойти любому из вас, обязательно поздороваться с аудиторией. Орган и вокал Алексей Лопаревич. А вот этот можно говорить тоже? В этот не стоит говорить, потому что звучишь ты как из ведерка. Не хотелось бы. Добрый день. Смотри, как по-другому звучало. Сразу слышно, взрослый человек подошел к микрофону, басит, все хорошо. Вадим Марков, бас, вокал. Добрый вечер, я не ведерко. Нет, ты хорошо прозвучал. Ну, куда ты пошел? Зачем? У тебя свой микрофон, я же тебе сказал, мы с твоим микрофоном сейчас разберемся. Барабанщик коллектива, собственно, любой барабанщик, любого коллектива имеет свой собственный эфирный микрофон, может говорить в любой момент, когда лампочка загорается. Добрый вечер. Олег Песков. Добрый вечер. Добрый. Вот это и есть группа под названием Thunder Beats. Ребята, которые пришли сюда сегодня, они вот когда вошли в студию, сразу стало понятно, что они тихие, спокойные, уютные, в свитерочках. Знаете, вот такое ощущение, что мы немножко назад вступили. Ну, в смысле, вступили, ну, не в том смысле, что вступили, а отступили, да? Чуточку назад. Годы так примерно в 70-е. И мне стало сразу интересно, почему, отчего и зачем. Хоть мне это и нравится, конечно. Да, трудно сказать, почему. С детства всю эту музыку слушали. Ну. Вот, ну, потом научились играть как-то. Угу. Круто играем, да. Светерочки просто погода плохая. Не-не-не, я сейчас нисколько ничего против ваших сетерочков не имею. Я имею в виду общий имидж и звучание, и, кстати сказать, клавишный инструмент дико знакомый. Но как-то всё срослось, как-то всё сошлось в одно воедино, и мне кажется, что сегодня вечер будет очень уютным и тёплым. Как с нами связываться? Давайте-ка я вам сразу сообщу об этом, на всякий случай. 4647, это короткий номер для СМС ваших. 4647. Сначала пишите свои, пробельчика, а затем уже всё, что хотели бы адресовать коллективу. Ну, может быть, это вопросы какие-то у вас возникнут по ходу. А может быть, эмоции. Готовы, может быть, будете поделиться впечатлениями. Всяк бывает. Группа, официальное сообщество радиостанции ВКонтакте. Там всё просто. Уже давно выложен анонс. В самом тексте анонса название коллектива выделено синим. Значит, активная ссылка. Кликая на неё, вы оказываете у них в сообществе. Дипиопол, кому-то напомнило, сразу пишет народ. Ну, сейчас поговорим об этом тоже. Чаты, в которых также можно по ходу отписываться. Один из чатов на сайте, на сайте радиостанции, своерадио.фм. Там вы сразу с правой стороны увидите надпись «Чат». В нём можно писать, зарегистрироваться. Очень всё быстро делается. Ну, и дальше писать какие-либо сообщения. Там же, на сайте, вы видите плеер сверху. Такой длинненький, вытянутый. Слева в нём онлайн-аудио. Это просто, чтобы слушать эфир. А справа онлайн-видео, чтобы смотреть. Вот синий кружочек. На этот кружочек кликаете. И вот вы в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру. Замечательная краудфайдинговая платформа. Спасибо им за это огромное. Низкий поклон. Там же тоже есть чат, в котором также можно по ходу эфира отписываться. В общем, весь возможный, так сказать, всевозможные атрибуты, так скажем, для коннекта с нами. Я вам сообщил. Теперь давайте-ка мы к делу приступим. Группа существует достаточно давно. Давно, да. Лет так 11. Нет. Мы с Вадимом и Олегом знакомы... Микрофона лучше, ближе. С Вадимом и Олегом мы знакомы с 94-го года. Угу. Так. Вот. Ну, и с тех пор играем как-то там с переменным успехом. Расходились, собирались. Совершенно разные коллективы. Ну, да. Объединил, можно сказать, один район черта одного. В смысле совершенно разные. Что имеется в виду? Ну, до этого были любительские всякие группы, наверное, упоминать их даже не надо. Теперь профессиональная группа. Ну, наверное, по крайней мере, аудитория появилась хоть какая-то. А, в этом смысле. Конечно. В этом смысле. Ну, давайте тогда попытаемся найти уже тогда дату рождения коллектива, который сегодня вытестует. 2006 год, наверное. 2006 год. Ну, то есть получается 9 лет. Ну, да. Ну, так, если мы идем. Без перерывов, да. 9 лет. 9 лет. И за эти 9 лет записано 25 альбомов, как я понимаю? Нет. Один. Один альбом. Хорошо. Немножко я ошибся цифрами. Один альбом. За это время, я так надеюсь на это, у вас уже огромное количество концертов было. Да. Так, да. Где обычно играете? Ну, московские клубы такие ночные. Типа там, китайский летчик проект Аги покажи еще. Там много играли. Когда кто-то зовет в другие города, там играем. Ну, на небольших площадках всяких. Угу. Вот. То есть. Ну, были выступления большие, весьма там. На пикнике Афиши один раз сыграли, правда. Это круто. Ну, правда, вот у нас был до этого коллектив серфовый, из которого, в общем-то, этот наш и получился. И последний концерт на пикнике Афиши поставила на этом коллективе точку. Вот. То есть мы там не очень хорошо сыграли. И коллектив развалился. Зато новый появился. То есть как бы перед огромным количеством народа мы сделали все, что смогли. Ну, а после этого решили все-таки создавать новый коллектив. Так получается. Останавливаться вы не стали. Нет. Но это очень круто. Круто, что, ну, какая-то неудача, пускай это была неудача, да, не убила в вас интерес продолжать заниматься музыкой. Наоборот, сделала все возможное, чтобы вы создали новый коллектив. В таком случае, я так понимаю, что вы, вот вы вдвоем отцы-основатели. Ну, да. Как? Да? Да. Именно так. А, скажем, клавишник и барабанщик? Нет, барабанщик тоже отец-основатель. Ну, судя по тому, как он спокоен, да, он отец. Действительно. А он отец-клавишник, я так понимаю? Нет. Отец-основатель. Один из. Клавишнику мы все отцы, наверное. Кирилл Денега пишет. Вот что, хорошее начало. Эфир обещает быть интересным. Сразу вопрос, какое музообразование участников коллектива? Никакого. Никакого вообще. А почему всего один альбом? У них же своя студия есть, причем студия винтажная. И пишет этот звук на пленку, насколько мы знаем. Ну, мы стараемся издавать на виниле, поэтому все это затягивается очень на долгое время. Подожди, у вас один альбом виниловый? Один виниловый и еще три сингла. Подожди, ты сказал, что один альбом? Альбом, да, полноценный. Так. Двенадцать песен. Виниловый? Да. На винил поместилось двенадцать песен? Да. Ну, обычно восемь, девять. Не-не-не. Окей, и три сингла? Да. И тоже на виниле? Да. Мы считаем только виниловые, так можно альбомов сделать сколько угодно. То есть вы принципиально работаете на виниле? Ну, да. И пишете исключительно на пленку? Хотя, на самом деле, вопрос такой, разногласия вызывает часто в коллективе. Не, ну, приятнее винил слушать все-таки. Ну, моя жене вообще все равно. МТ-3, да. Она просто песни любит, ей все равно на чем они. Ну, жена не гурман, значит. А люди, которые любят хорошую музыку в хорошем качестве, конечно же, выбирают себе на сегодняшний день винил. В свое время, когда винил ушел, нам казалось, что вот они новые технологии, вот она потрясающее качество записи и так далее. А прислушившись, малюха так это пообтесавшись, стало понятно, что винил, он теплый. Он звучит теплее, он звучит глубже. Он звучит... Ну, только что главное, чтобы вот не сильно затереть пластинку, чтобы вот этих сильно таких тресков-то не было. Да что-то такое грустное. Ну, я вот как бы... Тяжело тебе, я смотрю? Нет. А он всегда такой, ну, такой... А, это нормальный стейлер. Я, кстати, про винил бы поспорю, наверное, сразу. Не надо. Да ладно. Не надо. Зачем спорить-то? Я сказал, значит, спорить не надо. Нет, на самом деле, винил прекрасная вещь, но это же просто кайф основной в том, что он крутится, вот это вот все как происходит. Механический процесс. Да, вот это, да. Это вот для меня лично. По звуку много хороших записей цифровых сейчас есть. Да согласен. Я к тому говорю, что вы идете таким путем, своим собственным путем, ни на кого не ориентируясь. Это круто. Как называлось первое произведение? Да мы уже не помним. Оно было забраковано. Вы не помните, что вы играли? А, имеется в виду сейчас? Сейчас. А, сейчас. Это, наверное, с последней пластинки песня All You Love. Так, опять я запутался. Пластинка одна? Нет. Пластинка четыре. Так. Альбом один. Один альбом. И три сингла. И три сингла. Сингла с последнего. Сингла последнего, да. Который вышел, кстати, прямо вот буквально вчера у нас. Так, из премьера получается. Да, у нас сегодня премьера и есть. А что же вы не сказали, что вы начали с премьера? А вот мы уже, как вы сейчас говорили. А вы сказали, прежде чем мы должны заговорить, мы должны сыграть. Так надо же было после этого сразу сказать, ребята, это была премьера, абсолютно новая песня, только вышедший сингл. Как называется сингл? Как All You Love. Ну, собственно говоря, не одна песня. Нет, там четыре песни. Четыре песни. Да. Вот, а сингл называется All You Love. Ну, да. И сегодня эти песни все прозвучат? Нет, не все. Ну, я имею в виду четыре. Ну, три, наверное, прозвучат точно. Три точно. Фух, а как называется следующая песня? Следующая вещь называется Hot Days Summer Days. Откуда она? Неоткуда пока. Понял. На будущем ольвой мы хотим сделать. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Подожди секундочку. Подожди. Подожди. Внимание. На радио все не так делается. Здесь сегодня сингландер бит. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще раз напомню, за этот андрбит сегодня здесь коллектив, который живет немножко прошлым, и это клево, потому что на сегодняшний день, кстати, не первый уже и не единственный коллектив, который радует нас музыкой качественной, причем музыкой, которая, ну, как говорят, несовременно, что ли. Они как-то это делать умудряются так, что вроде бы как и современно. Кстати, что касается современно, несовременно, вы за модой и так, я понимаю, не гонитесь вовсе? Нет, совершенно. Это принципиальная позиция? Нет, случайно. Ну как так, может быть, случайно? Не, ну кто как, я вот я, я гонюсь. Мне нравится, современная мода интересна. Периодически. Нет, это интересно, никто идет поперек всего коллектива, это басист, по-моему. Вадим, он поперекся. А у нас такая всегда жизнь, мы как-то созваниваемся и бэ-бэ-бэ во всем. А как же вы договаривались, как играть-то? Ну, он диктует просто всегда все и все. А, вот он диктатор? В основном силой, да. То есть он берет нахрапом, я так понимаю? Да, да. И тебе одеваться некуда уже? Ну, есть только, ну, сбежать только, вот если. Ну, ты не пробовал? Был, кстати, был момент, мы как раз, Алексей был соблазнен большими деньгами в одну бритпоповую группу, когда все было модно. Вот, и, соответственно, мы расстались на некое время. Так. Вот, он там много активно играл, была такая хорошая, замечательная, в Москве. Ну, не важно, какая. Ну, не важно, какая группа. Мы уже нет дамбы. Да, вот, но народ собирали прилично, деньги платили, все было хорошо, и Леша там, вот я помню, что он играл даже, по-моему, с Дэймоном Албурном вместе. Нет, я... А, ну, пил с ним, по крайней мере, на корабле, да. А Дэймон его Миком не называл, случайно? Называл, конечно. В основном все его называют либо Миком, либо Брайаном Джонсом. Ну, да, потому что на Джаггера похоже, действительно, сильно. Я думаю, что для любого иностранного музыканта это четкий такой, ринканаз такой, миг, миг, эй! А может быть, поэтому музыка такая? Ну, может быть, и поэтому. А скажи, пожалуйста, Леша, как ты живешь? Ну, вот я имею в виду на сегодня, ты пользуешься, например, гаджетами современными? Ну, смотря какими. Ну, ну, не знаю, там айфонами всякими? Нет. Вот так вот, я так и предполагал. Айфона у меня нет. Я так и предполагал. Машину-тесть? Нет. Нормально. А, скажем, если говорить уже о какой-то такой бытовой составляющей, плита дома газовая, старая? Холодильник ЗИЛ? Нет. Нет? Все-таки это как-то более-менее современное все. Я вас хочу понять, для меня это тоже интересно и важно, я думаю, не только для меня, и для аудитории тоже, способ мышления, да, вот мировоззрение, мироощущение. Есть такое странное у меня ощущение, что по всем канонам, как ты общаешься и как ты поешь, ты живешь как-то вот действительно там, не здесь. Ну, я бы не сказал, что там. Ну, я считаю, что все-таки, ну, мы стараемся быть современной группой какой-то. Почему какой-то за Тоннер Битц? У вас есть название почему какой-то? Ну, не смотреть на прошлые там какие-то. Ну, просто так звучим, ну, на этом выросли, да. Нет, ну, например, там есть какие-то группы, вот там Дорс, вот она и до сих пор звучит современно, мне так кажется. Согласен, согласен. И многие другие. Я скажу, и Пинк Флойд до сих пор звучит современно. Да. И Мегадес, даже старый, звучит современно. Да. Очень многие группы звучат современно, потому что они в свое время сделали несколько шагов вперед слегка, они зашли немножечко за свою историю, за, я имею в виду, временные рамки какие-то. Они, может быть, не обращали на них время. Внимание. Да, да. Я почему-то сейчас задам вопрос, конечно, возможно, слишком, ну, захочешь отвечать, можешь не отвечать, если не захочешь. Я смотрю на твой свитер, и у меня ностальгия. Вот такой же точно, примерно такой же точно свитер был у меня, когда мне было лет 17. Я его сильно любил. Не знаю, это новый свитер. Именно с такой вязкой, именно с таким высоким, с таким высоким горлом. Вот эту вязку я помню с детства, эта вязка цепочкой, ну, с юности, скажем так. Поэтому, когда я, знаешь, очень многие вещи понимаешь о человеке, когда видишь, как он одевается, как он, какую прическу носит, там, не знаю, на каком инструменте он играет. Ягуары, я так понимаю, что это? Да. Какую музыку он играет, какую музыку слушает. И поэтому-то и возникает у меня сразу вопрос, как ты как бы человек из прошлого немножко. Как бы чуть-чуть. Да нет, я сейчас стараюсь слушать современную музыку. Какую? Ну, английские группы, ну, если считать современные, там, начиная с Blur и Oasis, и то, что дальше было. Угу. Вот. В 60-е уже, я бы не сказал, что... А Blur это современные? Нет, я говорю, если начинать говорить о современных, ну, там White Stripes, такого плана. Тоже ничего так? Ну, да. Угу. По-моему, он не понимает, что я от него ничего страшного не хочу. Я просто хочу немножко разобраться в сути человеческой и, собственно говоря, в том, что делает группа и почему она это делает. Сразу еще раз оговорюсь. В программу «Живые» мы не приглашаем никогда группы, которые нам не интересны. Группы, в которых мы не видим перспектив. Группы, в которых, как нам кажется, нет ничего интересного. То есть вы клевые, вы интересные, и слушать вас, правда, прикольно, и каждая из песен вызывает у меня отдачу абсолютную. Но есть такие нюансы, которые мне, как человеку, извините, с взглядом внутрь всегда хотелось бы для себя выяснить. И для себя, и для аудитории в том числе. Так что не жди, что я буду троллить. Нет, тут никто никого не... Хорошо. Можно я просто скажу? Не жди даже, да. Давай. У нас просто, не знаю, но как так сложилось, то есть вот, ну, разные совсем люди в коллективе. И вот Алексей вот такой, вот, Алексей клавишник, нас моложе сильно. И вот как раз слушает современные группы, наверное, он по этому скажет гораздо больше, чем Алексей старший. Вот. Ну и получается, а мы просто вместе как-то друг на друга смотрим, и вот в этом что-то делаем из этого исходя. А кто делает аранжировки? Ну, вообще, как вот, в принципе, Алексей приносит песню, а потом все вместе, долбашим все, и что-то получается. То есть вся рыба на тебе, получается, да? Да, да. Текст и музыка, ну, то есть рыба музыкальная. Текст сейчас вот Алексей занимается в основном. Даже так? Да. Самый молодой. Лучше всех знает язык. Правками, правками. А, я понял. То есть ты правишь то, что пишет старший Алексей. Ну, я понимаю, логично абсолютно, почему нет. То есть ты доверяешь музыкантам? Леш, я не тебе, я Илюша Старший. Тебе как раз теперь отлично? А, черней. Да. Да. Ты доверяешь своим музыкантам? Абсолютно, да. Доверяешь? Если ты принес какой-то, скажем, текст, и тебе младший Алексей говорит, что как-то там не совсем все корректно, ты говоришь, ладно, правь. А я ему сам приношу. Как хорошо у вас все. Клево. Давайте дальше петь. Что это будет? Будет совершенно новая песня. Вот совершенно новая это как? Это значит... Ну, буквально, на самом деле, вчера ее сделали. Да. То есть даже новее, чем та, которая первая была? Ну, наверное. Как называется она? Называется «I-Sync». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня, не знаю, «Thunder Beats». Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я теперь понимаю, что песенки у вас все не длинные. И я полагаю, что мы сможем сегодня сыграть даже больше, чем запланировали, если вы готовы это сделать. Потому что 12 песен обычно мы просим сыграть у музыкантов, которых хотя бы 3,5-4 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыграем больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у вас так как по парочку минуточек, так, чтобы не напрягать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько вы на концерте успеваете сыграть произведения? Штук 50, я так понимаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, типа того, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С людьми, которые пришли. И, наверное... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, ну, нет, нет. Когда реакция хорошая... Нет, после концерта отдохнуть сам Бог велел. Это понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но когда какая-то есть вдруг реакция, то просто кайф полный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда удовольствие прям... Я почему-то спрашиваю, потому что есть группы, ну, скажем, которые заточены под студийную работу. Вот они репетируют, они работают, ищут какой-то звук, они ищут какие-то мелизмы своеобразные, ищут какие-то ходы музыкальные. Потом, когда концерт, ну, да, ну, давайте поиграем концерт, надо же как-то публику привлекать. А все больше студии в студии в студии. Вот вы группа концертная все же в большей степени или студийная? А хотя, судя по... За сколько лет один альбом, наверное, все-таки концертная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наверное, да. Хотя вот у нас сейчас, как вы уже сказали до этого... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ты альбом пишете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, появилась, да, своя студия, как бы неожиданно, не прошло и двух лет. А что значит, извините, пожалуйста, что значит неожиданно появилась своя студия? А, ну, это такая история, это, наверное, вот ко мне уже. То есть я просто долгое время собирал всякое старое барахло, вот, заваливал дом, раздражал близких этим, и в какой-то момент мне сказали, что либо это должно работать, либо это, ну, глупость полная, вот. И вот мы арендовали помещение на заводе ЗИЛ, все туда привезли, вот, и начали пытаться это все. Все, ну, чинили, делали, все, все заработало, сейчас только у нас теперь пишется много людей, и даже вот Алексей теперь ругается и говорит, надо вроде и самим тоже делать что-то, то есть мы скоро будем студийной группой, точно. А давай немножко тогда более подробно, что за аппарат, на который пишете? Ну, основой всего, как опять вы уже успели сказать, у нас пленка. Со мной можно на ты. А, хорошо, но, короче... Настолько хреново выгляжу, что ли? Нет, Семен, ну, как-то... Семен, да, да. Что ты выглядишь? Ладно, все, что за аппарат? А, основой у нас магнитофон восьмиканальный, Atari японский, с 38 скоростью. Да, да. Какого он года? 82-й. Обалдеть, серебристый такой. Серебристый, высокий. Высокий, но серый такой скорее. Ну, серый, да. Он, короче, на полудюймовую пленку пишет, 8 каналов всего лишь. А где-то пленку-то берешь? Голландцы, молодцы, прекрасные голландцы, не только курят, но и производят магнитную ленту. То есть они до сих пор, а, не просто они по тому, потому и производят, что курят, да. Возможно, да. Они тоже живут немножко там. Тем не менее, была такая история, ну, могу там, что называется, отступить от точности, но люди, которые пользуются магнитной пленкой во всем мире, они в какой-то момент договорились покупать пленку только на этой фирме. И, соответственно, фирма за счет этого выжила. То есть китайцы, если будут что-то поделать, у них покупать вроде как порядочные люди не должны. Именно из-за того, чтобы один завод жил. — Слушай, ну это же дорого. — Да, дорого очень, но, скажем так, если заниматься этим совсем коммерчески, наверное, надо много пленки, тогда дорого. А мы пишем друзей в основном, пишем тех, кто прям реально хочет писаться на ленту, не боится этого, это сложно. Вот, и, ну, таких не очень много. — А пульт тогда какой? — Пульт у нас, вы будете смеяться, не, ну, конечно, аналоговый, да, как же. — Ну да. — У нас пульт такой Tesla EPP-102, это раньше их ставили в тоннвагены, трансформаторные входы, трансформаторные выходы, в общем, все круто. Возможности никаких. — Если вдруг чего, вдруг, не дай бог, трансформатор, что, где взять-то? — Ну, мы сами делаем, то есть сами еще чиним, все у меня, ну, как сказать. — Ты кто по образованию? — Ну, микроэкликтроника, полупроводниковые приборы, Московский энергетический институт. — А, так это получается по профессии. — Да, да, да. — Обалдеть. — А рык какой тогда стоит? — Значит, у нас из интересного, наверное, там есть компрессор Максон такой в рему, потом собственный прибор, который мы делаем с женой и за счет этого живем. Это клон американского эквалайзера Пальтек, вот у нас там стоит. — Подожди, секундочку. Вы с женой делаете прибор? — Да, это наше, как бы, основное средство к жизни. — И продаете прибор? — Да. — А, то есть кому-то эти приборы еще вот такие аналоговые? — Слава богу, что-то пошло это сейчас. — Ламповый прибор? — Да, да, естественно. — Вы его делаете? — Да. — А лампы где берешь? — Ну, ламп на просторах нашей прекрасной родины осталось много. — То есть это еще все старые запасы, что ли? — Да, да, все в основном. — Офигеть. — Ну, мы вот в Крыму купили, ну, давно уже, лет пять назад, купили, считай, ящик целый новых ламп, которые производства где-то с 70, начало 70-х. У нас сейчас дома это все лежит, кисы на этом спят у нас, как бы, вот. — Кисы греют попы там. — Да, греют. Не, они, кстати, любят на лампах, конечно, спать. — Да я понимаю, кто же на лампах не любит спать. Я бы такой бы и сам спал на лампах. Да как-то боюсь немножко стекла в то место. — Я к чему? Я восхищаюсь, на самом деле, тем, что вы делаете, правда. Помимо музыки, еще и вот настолько держать олдскульные такие вот штуки, это круто. — Ну, это, наверное, потому что, как я говорю, каждый занимается немножко своим. Вот я с этой стороны, Алексей, песнями, вот. Дядя Леша — современную музыку. — Дядя-то младше которой. — Ой, это у нас привычка, мы так... Просто когда он появился в группе, только появился, он нас называл дядями все время. — Я понял. Теперь я, значит, черняю буду звать Леша, а младшенького — дядя Леша. — Дядя Леша, да. — Ну, чтобы как-то нам не путаться теперь уже. — Вот. А, слушай, ну, я... Давайте петь. Ладно, надо как-то мне это все переварить в себе, сейчас пережить слегка. Что это будет? — Так, а сейчас будет как раз инструментальная вещь. — Это вот как раз той программы, на которой мы провалились на пикнике-афише. — А, то есть решили попробовать и здесь. — Ну, там все уснули, и мы постараемся вас там уже усыпить. — Как называется, подожди, как называется Сатурн? — Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня «Зетан Орбит». Поехали. Поехали. — Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 пить дальше будет вещь называется part of your soul как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня за thunder битс поехали и part of your so Продолжение следует... 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 Теперь осталось опросить Олега Пескова. Я тоже работаю на работе, я менеджер, использую свои знания иностранных языков. Менеджер где? В одной фирме. Фирма секретная. Да, абсолютно. То есть назвать ты ее не хочешь? Не хотел бы, да. Олег Песков хорошо знает немецкий язык и часто на нем говорит, кстати, вот неожиданно. Вот он, судя по всему, как-то с этим связан, его работа. Теперь я понимаю, почему не хочешь назвать фирму. Да, наверное. Ну да, это, в общем, развитие на агентство Германии, да, конечно. Да, штазис лидит до сих пор. Ну просто мне кажется, что здесь есть некая связь. Песков говорит на немецком. Сразу возникают некие другие ассоциации. Поэтому то место, в котором работаешь, действительно нужно скрывать. Зачем лишний раз вот это все? Правильно? Кстати, я хотел сказать, он еще работал нашим дипломатом нашей страны. Напомню, середина человека, в общем, ГИМО. И был полномочным представителем России в Грузии. Ну, полномочные представители слишком громко связаны. Просто рядовой дипломат был. В Грузии. В свое время, да. До войны. Да, во время, да, до войны. Но выгнали его. Сгнали от этого. То есть, так, смотрите, какая картинка рисуется сразу. Я сейчас вдруг вспомнил почему-то фильм... Как называется этот фильм, где Гоша, 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 Гоша... Ну, Гоша, Гоша, Жора... Я только про попугая помню. Грязные ботинки, Ёшкин кот. Забыл, ну, знаменитая картина. Москва слезам, чтобы она не верит. Ёшкин кот. Вылетела из головы, и все. Почему-то вдруг этот фильм сейчас вспомнился. На клавишах научный сотрудник, за барабанами, дипломат. Ну, бывшим. Дипломат, на басу играет замечательный человек, который владеет студией и собирает приборы, а вокалист грузчик. Ну, Лёша так сказал, грузчик, это он утрирует, скажем так. Ну, это как и Гоша, как и Гога тот самый, да? Среди научных сотрудников он вроде бы... Кто он там был? Слесарь? В общем, да. Но уважаемый человек. Таскать папки с архивами, это тоже, в принципе, научная работа, с одной стороны. Их же надо как-то... Ну, кому не знать об этом лучше, как дипломату-то, естественно. Я понимаю. 46-47. Уникальный сегодня коллектив здесь, ребятки. Уникальный совершенно. Во всех своих проявлениях уникальный коллектив. Я думаю, что нам сегодня удалось вас удивить. Надо бы петь дальше. Что это будет? Это будет песня с пластинки последней. Называется «Heveled Drunk». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня The Thunderbirds. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я думаю, что мы еще успеем, у вас песенки короткие, успеем еще одну до конца этого часа исполнить, так чтобы уйти на паузу с песней, а не так на словах. Хочу прочитать сообщение в чате на сайте своего радио. Это сообщение таится. Адресовано оно дядя Леша. Я, конечно, понимаю, что ты удивлен, но тем не менее. Я читаю, как есть. Лопаревич красавчик, все бабы его. Дальше. Он не просто грузчик и научный сотрудник, он чемпион по сексу. Передайте Лопаревичу от Сонечки Ореховой, что она его любит и сегодня ждет Сочник. Я, конечно, не буду вникать сейчас в интимные подробности. А что в ваших отношениях с Сонечкой Сочником называется? То, что она сегодня получит. А что, в принципе, я бы хотел нарисовать себе картину. Что такое получит сегодня Сонечка Орехова в качестве Сочника? У нас же дневной эфир. У нас эфир давно уже не дневной. Ты потерялся, дружище, 9 часов вечера. Ну, скажем, нечто похожее на него. Нет, на самом деле, сегодня она ничего не получит, потому что я устал. А говоришь, чемпион, Сонечка, облом. Только на словах, на словах. Сонечка, облом. Да, но в любом случае, я в некотором смысле понимаю тебя сейчас, при твоей, ну, скромный же ты парень, да. Но хотелось бы понять Сонечку, что ее так расколбасило-то. Вы часто видитесь с Сонечкой? Да, в принципе, иногда видимся. Нет, но дело тут... Чаще видеться нужно, дружище. Сейчас дело в музыке, на самом деле. Это просто музыка такая. Она как бы раскрепощает. Не только нас. Она готовит нас к сочникам, я понимаю. Спасибо, дядя Леш. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. Тут пишут, засмущали парня. Да что вы, засмущали? Он пока еще не понимает. Если бы мне такое сказали публично, я бы гордился собой, на самом деле. Понимаете? Что же ему смущаться? Радоваться должен, что пока так вот все поворачивается. Слава богу. Надо бы чего-то спеть. Ребятки, что это было? Ну, давайте. Это будет песня как раз с альбома, уже давно вышедшего. Называется Let Me Go. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня же Thunderbird. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I don't want to go from you I don't share your point of view Don't stop me, don't say no Move aside Let me go Let me go Let me go Oh, no Oh, no Don't stop me, don't say no Move aside Let me go Let me go Let me go Oh, no Oh, no Давайте двинемся дальше. Вторая часть программы живые. И, само собой, начинаем из песни, потому что пауза была долгая. Надо бы как-то это дело восполнять. За это Thunderbird здесь сегодня. Прошу любить и жаловать. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот и хорошо. Вот и положили начало второго часа программы. The Thunderbirds здесь сегодня. Коллектив, который играет музыку, наполненную теплом, наполненную воспоминаниями, ностальгией, если хотите, и в то же время современную, вполне себе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот, как говорили в первой части программы, у нас совсем недавно вышла и пишечка винильная с четырьмя песнями. Вот. И мы хотели ее презентовать, но не своим личным концертом. А у нас здесь хороший друг, Ваджиденко. Он рисует прекрасный шин картины. И вот они, ну, как только сейчас, обретают своего зрителя. Вот. У него будет выставка персональная. Вместе с еще одним хорошим фотографом и архитектором, к сожалению, сейчас не помню каким, вот, выставка будет проходить в галерее Black Dog, Красные Холмы. Это вот где дом музыки. Вот. И мы там презентуем свою пластинку 31 октября. Открытие будет в пять вечера. Ну, и с пяти до восьми мы там будем суетиться всячески. То есть, еще раз, получается, с пяти до восьми, 31 октября, дом музыки. Называется галерея Black Dog, Красные Холмы. Рядом с домом музыки. Ну, она, да, там, в этих же по всех. В этом же местечке. Да. Ты сказал о художнике. Я вдруг подумал, не он ли делал вам сайт? Ну, у нас как сайта нету, по-моему. Ну, как я помню. Вот я наблюдаю сайт. Причем сайт, на котором ваша фотография сверху. Такого крапового цвета оформления сайта. Домики. А, домики. Это у нас, наверное, бэткамп наш какой-нибудь, да? Закачки там, что-нибудь такое или что это. Ну, возможно. Ну, домики, Братиславская. Сайт делали, соответственно, в конструкторе. Нажатием мышки. И мы сами, вот, насколько я... Как-то все так у вас просто. А смотришь на сайт и понимаешь, что весьма стильненько сделано. Художник, ну, дизайнер, который это делает. У нас есть совершенно замечательная моя жена. У меня, точнее, есть. У нас хорошо прозвучало. Да, да, да. Вот она нам часто на все концерты делает афиши. И делает всякие интернет-штуки. Вот она. Она даже здесь с нами сейчас. Талантливый человек. Талантливый человек. Вопросов нет. 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала свои пишите, пробел. Затем уже все, что хотели бы адресовать коллективы. То есть, если говорить об смс-ках, ну, я читаю, естественно, все, что попадается на глаза, интересное. Если это интересное, относится, опять же, к музыке сегодняшней группы, здесь играющей для вас. Кстати, так, Григорий Груз, так фамилия у человека звучит. И, кстати, про грузчиков. Мне моя фамилия нравится. Прекрасная возможность профессиональной игры в Тетрис. Вот попробуйте трешку в газель упаковать, пишет Григорий Груз. И я его понимаю. Слушайте, вот как-то так, по ходу, у меня возник вот какой момент, какой хотелось бы осветить. Сколько времени вы уделяете из своей жизни музыке? Часто ли репетируете, часто ли собираетесь для того, чтобы поиграть? Ну, как получится. То есть, скажем, иногда бывает раза три в неделю мы на студии, иногда вообще не видим друг друга месяц. Летом особенно. Ну, да. Так, то есть получается, что это дело случая? Целенаправленные работы, вот так, чтобы собираться раз в неделю хотя бы на репетиции. Ну, раз в неделю, наверное, всегда получается. То есть, всегда собираемся, что-то там делаем. Да, всегда это есть. Ну, да. Ладно. Ролл пишет вот что. С первых аккордов как будто под гипноз попал. Так и просидел весь час с отвисшей челюстью. В перерыве, с трудом оторвавшись от монитора, подобрав челюсть, пошел на балкон воздухом подышать. С началом второго часа челюсть снова отпала. Что же вы со мной делаете? Сплошной восток. Вот как такие отзывы? Вот как вы вообще реагируете на комплиментарную часть? Ну, приятно. Ну, да. А что любите больше, критику или комплименты? Критику. Ну, критики сегодня почему-то нет. Я вот не знаю, как вас критиковать-то. С какой стороны? Ну, наверное, с той стороны, как всегда, языка. Давай сыграем. Почему не по-русски? Что касается языка, люди отмечают, что язык потрясающий. Я английский вообще не учил. И неважно, поешь по-английски. А, кстати, что касается языка, по-русски вообще ничего не поете? Ну, мне английский нравится фонетически. Я тебя понимаю. И все. Мы стихи писать не умеем, просто по-русски вообще. Ну, то есть в программе нет русских песен, русскоязычных? Нету. Ясно. Это тоже был один из вопросов. Вы на него уже ответили. Давайте дальше. Что это будет? Дальше будет песня, называется «I say hello». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня. Это Андербитц. Поехали. Дальше будет песня. Дальше будет песня. Дальше будет песня. «Hello! Hello! 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 Теперь тогда еще один вопрос через технического характера. А вот такие коротенькие песни, это тоже дело случая? Или вы сознательно стараетесь не перегружать?» Ну, на самом деле, вот в этой песне Леша обычно использует гармошку в середине. И иногда до пяти, до десяти минут он может дуть в нее. Вот, но сейчас просто забыли. В смысле, губной? Ну, концертный вариант такой есть. А что ж, ну, красиво было бы. Может, кстати, и баян попробовать. Это тоже есть в нашей программе, я так понимаю, и баян, и губная гармоника. Нет, баяна нет, конечно, да, это... А, по-моему, неплохо было бы, на самом деле. А с баяном-то вместе ушли? Моя жена нас все время как-то подкалывает, говорит, что все песни похожи на русские народные. Вот с таким, с баяном. С баяном? Да. Ну, вот такие вот, чтобы ля-ля-ля-ля-ля. Ну, может быть, в этом и было бы что-то такое прикольное. Вот такая эклектика, она могла бы дать, может быть, какую-то особую... Нет, я сейчас так фантазирую, на самом деле. Какую-то особую картинку, совсем уж совсем ни на кого не похожую. Вот, может быть, даже было бы и кстати, не знаю. 46-47, короткий номер для СМС, к ваших началу свои, пробил дальше все, что хотели бы сказать коллективу. А, может быть, спросить о чем-либо, если у вас такие вопросы, походу, дела возникают. Как проводите время в нем? Понятно, что есть работа, понятно, что семьи, там, не знаю, какие-то заботы, но как отдыхаете? Тяжелая пауза зависла, то есть не отдыхаете вовсе. Я просто, если я начну говорить, я говорю и говорю, я на Лешу посмотрел, думаю, расскажут все-таки, как же он отдыхает. То есть вообще не отдыхает? Уграем, отдыхаем, да? Нет, ну отдыхаете, если то вместе, или каждый сам по себе, с семьями своими? Мы замечательно в этом году, вот с Алексеем, ну, тормозит пока, забыл уже, мы съездили клево в Калининград. Ну, это летний отпуск. Прекрасно отдыхали на море, купались. Вдвоем? Нет, нет, конечно, и с женами, да. Ну, то что звучит так, то наша моя жена, то, понимаешь, мы с Лешей. Не-не-не, ну, все четко, вот. Понятно. Если отдыхали прекрасно, да, вот. Алексей ходил по пляжу, где голые женщины, голые мужчины, жарко, он ходил в полной коже, в джинсах, в полных сапогах. Он шутит, шутит. Не-не-не, это факт. Это все были в джинсах, а он голый. Да. В этом смысле шутишь или как? Не-не-не, ну, то, что реально жара такая, я говорю, Леш, давай уже в воду залезем, ну, вот как-то так не поучилось. Сохраняли имидж такой, рок-группы в коже. Брутальные мужчины, я так понимаю. Спасибо вам за Тандербитс, слушаем все, нравится подпись папа дяди Леши. Папа, слушай. Папа. Папа слушает. Надеюсь, он не слышал, что в первом отделении говорили, когда звонили. Я надеюсь, что он это слышал, он этим гордиться должен. Папа, неси в рот. Папа должен тобой гордиться, дружок, это, по-моему, очень хорошо, что папа это слышал. Кроме всего прочего, а скажи, пожалуйста, ну, выйди к микрофону давай уже, выйди, ну, минуточку времени, удели, пожалуйста, папе в том числе. Тебя не смущает, когда родственники, друзья, знакомые слушают программу, приходят на концерт, вы сейчас слушают эфир? Тремор не возникает? Да, это в первый раз, все как-то хотели послушать. Не знаю, где родственники остались, но сейчас здесь, да. Но я что-то решил реабилитироваться, сообщил на всякий случай, что вот мы играем по радио, можно дома, ну, не отвлекаясь там от резки курицы, готовки, там. На фоне, и нормально. Зачем ходить на концерты ночью? Папа не ходит на концерты? Ну, не стоит, на самом деле, там. Почему? Будь я своим папой, я бы не пошел. Ну, как-то там ночи поздно прокурено вообще какие-то, ну, люди, хорошие, конечно, наши друзья, но они все там, ну, я даже не знаю. Можно подумать, да, подумать, что рок-музыка это что-то такое вот не совсем лицеприятное, а на самом деле это ведь, это что-то такое доброе, светлое, правильно? Правильно, и папа теперь в этом убедится. Представляешь, папа, послушай сегодняшний эфир, сейчас я через тебя и через эфир с папой твоим. Как папу зовут? Как и меня. То есть тоже дядя Леша, что ли? Да, дядя Леша старше и старше. Дядя Леша старше и старше. Значит, я с твоим папой теперь, с дядей Лешей общаюсь, с Лешей, с Алексеем. Послушав сегодняшний эфир, вдруг у папы возникнет желание прийти таки на концерт, потому что музыка, которую вы играете, замечательная. И я думаю, что как раз папа... Сколько папе лет? Ну, пример как дядя, он чуть постарше. Пятьдесят пять, пятьдесят с чем-то. Вот, значит, это музыка из его юности, правда? Да, это же музыка из его того периода, когда он еще был таким же, как и ты, пацаном Саши. Ну, он 63-го года рождения. Совершенно верно. Ну, в принципе, да, частично заделал. Там уже эпоха диска, конечно, началась. Ну, вот и все. И он может совершенно запросто прийти теперь на концерт, получать удовольствие и гордиться тем, что его сын в этом коллективе играет замечательную музыку. Да, вот 31-го как раз совсем приличный концерт. Да, в галерее. Я там работал, к тому же раньше, в той музыке. Грузчиком? Нет, вот там как-то... Я пошел грузчиком, когда решил заниматься сам музыкой. Ну, потому что вечера должны быть свободны, правильно? Грузчик — это идеальная профессия. Да, то есть занят утром, а потом сочники. Занят утром, не головой, а потом сочники. Да, и музыка иногда. Да, но больше пока сочники. Это нормально, Леша. Это пока нормально. Хорошо, что не что-то другое. Это пока нормально. Значит, 31 октября. Давайте еще расскажем папе об этом, чтобы папа теперь Лешин знал уже. Расскажи, пожалуйста. 31 октября в 5 часов вечера. Я, кстати, хотел добавить, что папа Лешин, он вообще артист балета. Правильно? Известный. Известный артист балета. Я спалил что-то. Ладно, можно, короче, это так. Настолько известный, как и все другие артисты балета. Ну да. Все известные. То есть папа тоже человек творческий. В общем-то, да. А мама? Тоже артистка балета. Тоже артистка балета. Из Большого театра. Из Большого? Да. Из Большого театра. Артисты балета Большого театра. А что ты молчал-то об этом? Ну, они же с нами не играют в группе. Ну и что? Ну, все равно есть чем гордиться. Я теперь понимаю, откуда у Леши такая стать. Вот я, глядя на него, понимаю, откуда... Ну, я не вижу, как ноги по второй, по третьей позиции он ставит там обычно под стульчиком. По чертановской. Да, но тем не менее, я теперь понимаю, откуда такая стать. И папа, и мама артисты балета. Тем более, теперь еще больше уважения к этой семье, которая дала сыну возможность работать грузчиком, научным сотрудникам и в то же время музыкантам. И никак не сопротивлялись они этому. Потому как люди сами творческие и понимают, что это такое. Да, ты хотел добавить еще по концерту. Ну, напомнить еще раз. Это 31 октября, галерея Black Dog, Красные Холмы. Мы там будем презентовать свою маленькую семерочку. И наш друг и художник Влад Джиденко будет презентовать, открывать свою выставку, которая потом будет там еще неделю продолжаться. Мы приглашаем родителей дяди Леши на это мероприятие, чтобы, наконец, они увидели своего отпрыска, своего сына в работе. В музыкальном плане. Что дальше? Чего играем? Так, дальше новая песня. Называется «Сача Лабли Дил». То есть совсем-совсем новая? Да. Премьера. Ну, да, можно сказать так. Вамечательно. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». «Тандербит» здесь сегодня. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Она, ее проваливают, ну потому что Она оказывается мимо, а подруга, которая пришла Просто так, говорит, ну зайди, давай чуть-чуть почитай Заходит и поступает Вот так часто бывает, кстати Я бы еще хотел, чтобы сегодня этот ваш Приход сюда дал такую отдачу, которую Вы еще никогда не видели, правда, очень бы этого Хотелось, потому что вы достойны того, чтобы вас знали Чтобы вас слушали, чтобы на ваш концерт ходили Вот, например, 31 октября Надо бы прийти, правильно, на презентацию пластиночки Конечно, да Надо бы, надо бы, вот уже видишь, как Сегодняшним эфиром, как минимум, родителей Дяди Леша мы заинтересовали, это уже хорошо Это уже хорошо А до сих пор-то они, в общем, не рвались, я так понимаю, да? Ну, как сказать, рвались Я просто показывал им записи, лучше записи, ведь ничего нет Вот, можно поставить пластинку Ты сам не хотел, чтобы они приходили Ты уже говорил Да нет, хотел, ну, кто вообще захочет ходить куда-то ночью Я бы на их месте не пошел Я бы сам бы не пошел, если бы там не играл Давайте-ка еще Давайте-ка еще поиграем Ребят, что будет на сей раз? На сей раз будет песня с пластинки, с последней Называется Up All Night Как всегда, живой звук, в программе живые За это Underbeats здесь сегодня, поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коротко, лаконично, понятно, ясно, четко Все расставлено по своим местам С одной стороны, понятно, что музыка такого плана, она требует такой четкости и лаконичности А с другой стороны, все-таки аранжировки вещь сложная И как людям без музыкального образования удается делать такие лаконичные Я бы сказал, даже выдержанные и очень вкусные аранжировки Рассказывайте, давайте Откуда это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто опыт Чей? Ну, наш Раньше ты все играл случайно Нет, слишком долго мы играем вместе, поэтому уже или складывается, или не складывается Что-то Ну да Мы оставляем самые удачные Ну, можно еще сравнить хоть в какой-то мере с музыкальным образованием Просто опыт большого прослушивания музыки Ну да Ну вот, в какой-то мере хотя бы Вот я, когда к Алексею прийти домой, то там можно увидеть просто стены Доверху, уставленные пластинками, ну просто живого места нет в квартире Вот там кухня Да, кухня, вот как вы сказали, с газовой плитой, а все остальные пластинки Вот, и человек, вот я насколько помню, но это у нас в 90-е годы стандартное начало утра Это включение кассеты с каким-то замечательным исполнителем и все И вот все, только музыка, 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 бесконечно Ну вот, наверное, это подсказывает что-то бесконечно Нет, ну это круто, и когда есть такой опыт, и когда есть такая возможность Некого отката, что ли, я почему спросил, потому что играете-то вы все замечательно Опять же, я смотрю на уровень мастерства, да, на уровень музыкантов Несмотря на то, что дядя Леша молодой человек совсем, а очень четко и классно понимает, что он делает И не выбивается нисколько И хорошие гитарные партии, и замечательный бас, и с барабанами все в полном порядке Вот здесь все выдержано настолько в рамках Не хочется иногда как дать вот соляка какого-нибудь минут на 20 Нет, не хочется Или запилить да так, чтобы всех удивить, да так, чтобы все бахнулись в омарок, например, как обычно Нет Я просто обратил внимание сейчас, ну вот на студии пишем много людей Как раз вообще концепция основная Люди, ну если можно сказать, как в джазе делается тема, а потом люди запиливают, запиливают, запиливают И это достаточно распространенный сейчас момент, поэтому почему-то как раз не хочется То есть музыкальный вкус появился среди российских музыкантов? Да-да, однозначно, музыканты очень хорошие сейчас, молодые особенно, я прям балдею Вот хорошо, что ты об этом сейчас сказал Потому что еще года два назад я сопротивлялся и до сих пор и буду сопротивляться тем людям, которые говорили И продолжают говорить, что в России нет музыки, в России музыканты не умеют играть Чушь собачья, просто те, кто умеет играть и кто, в общем, занимается достойной музыкой Они чаще всего люди скромные и пытаются как-то это делать для себя И никоим образом не пытаются пиариться А те, у кого есть бабки, им не обязательно уметь играть Им просто нужно платить бабки за то, чтобы светить своими, так сказать, лицами перед камерами и так далее Вот в чем парадокс-то На сегодняшний день в России огромное количество классных музыкантов, это правда И это не лишнее тому подтверждение сегодняшний коллектив здесь в этой студии Олег, можешь микрофончик себе потянуть, прежде чем я его включу, чтобы он не бах Вот, я наблюдаю за тем, как ты играешь И понимаю, что эмоционально ты человек очень и очень, ну скажем так, горячий внутри себя Потому что все эмоции на лице Вот когда... Невероятно горячий Да-да, это заметно А ты играешь в сольные партии, скажи мне? Нет, в общем, хотелось бы быть Боди Ричем, конечно, но, к сожалению Ну, сольные, вы имеете в виду соло, именно соло Ну да, барабанное соло У нас очень любит аудитория барабанное соло, например Нет, вы знаете, сегодня не порадую вас барабанным соло Ну, бывают на концертах, в общем, некие у нас моменты импровизации Где, собственно, и, как вы говорите, запилить соло, да, там вот Мы не играем все песни на концертах, то, как мы их отрепетировали Безусловно, на концертах присутствует момент импровизации Ну и, наверное, были моменты, где некие джазовые, не джазовые соло присутствовали Можно я чуть-чуть скажу? Вот у нас на нашем альбоме 66, в том самом единственном, есть песня Рэк Бонд Мэн такая, вот Мы там просто, ну, забыли магнитофон отключить А он вот барабанил, и как его потом послушали, а вот мы как соло это издали Да, к сожалению, они, в общем, втихую это сделали, действительно То есть мы записывали песню, и я думал, что та концовка, которая проигрывается, она никуда не попадет А они взяли засранцы, вот это слово хорошее, здесь засранцы И ставили это А что, это плохо, по-твоему? Ну, по-моему, если это хорошо, ребятам понравилось, почему ты так сопротивляешься? Ты, кстати, творчески не всегда удовлетворенный, значит, стремящийся Ах, вот оно как! Ну, то есть я тебя не уговорю сегодня сыграть небольшую Нет, сегодня нет, сегодня нет Совсем нет Мы просто поиграем наши песни Вот, то есть вот вообще никак, даже если музыканты ко мне подключат, сейчас и попросят тебя все вместе сыграть хоть небольшую сольную партию Они не попросят меня Они? Почему нет? Я сейчас дядю Лёшу перемигнусь, и он попросит Давайте мы в другой раз Свою упрямый какой Ну, сразу видно, что дипломатическая школа у человека есть Его с улыбкой будет отказываться Ну, кстати, так всегда просто, мы когда на что-то скидываемся, очень сложно договориться с песковым 46-47, это короткий номер для СМС Ваших сначала свои, пробел А дальше все, что вы хотели бы адресовать коллективу сегодня Ну, вот какой ударник строгий, пишет Валерий Барсук Ну, понимаете как, народ ждал, народ надеялся А Песков нас прокинул Ну, ладно, хорошо, пусть это ему в карму уйдет Даже это не подействует, я смотрю Нет, никак Не, не подействует Бессмысленно Хорошо, ладно, что будет дальше Какая песня следующая? Приходите на концерты 31 октября В состоянии он сыграет много Напомни, давай-давай, пока есть повод 31 октября Black Dog, Красные Холмы Мы там выступаем, презентуем пластинку Песков там, ну, сыграет Сова уж точно Напойм его, он все сыграет В пять вечера начал, забыл сказать Как называется песня? Следующая вещь называется Don't need no words Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня за Thunder Beats Поехали I've seen it Many times before What are you crying for? Don't need no present Don't need no word Now I know you just don't want me I need a better feeling in the world I've seen it many times before I've seen it many times before What are you crying for? That's what pain on you That's what pain on me It's no surprise to you I just wake Any more than me I just don't want it I see you bright That's what pain on you Make it happen There is no reason To want to walk All your life Don't answer nothing I've seen it many times before What are you crying for? 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 Пескова. А так они все стандартные, недлинные и очень лаконичные, как еще раз я подчеркиваю это совсем в концепции коллектива. Слушайте, времени у нас осталось с вами 15 минут. Как время-то прилетает в хорошей компании. Кстати, если говорить о времени, я имею в виду не о времени об эпохе, а о времени, в котором вы живете. Вот правда. Ты сказал, что, Леша, сказал, что с работы, поэтому уставший, да, и не успел как-то так нормально отдохнуть, и, что называется, перекурить в хорошем смысле, а потом уже прийти и в хорошем, так сказать, внутреннем расположении здесь находиться. А хватает ли времени на то, чтобы работать, заниматься семьей, сочинять музыку? Ведь сочинительство — это такая история, которая... Хватает, да. Хватает. А если, допустим, у тебя что-либо отнять из этого, что ты выберешь? Ну, стал бы вопрос. Либо музыка, либо семья, я не знаю. Либо семья, либо работа. Ну, вот что для тебя важным, самым является в жизни? Да я не знаю. Ну, как-то. Никогда не задумывался? Нет. То есть тебя никогда не ставили перед выбором? Нет, я старался, чтобы все сложилось. Ну, Вадима поставили перед выбором, либо этот хлам на улицу, либо работать должен. Все, стал работать. Смотри, как женщина подтолкнула к тому, чтобы создать студию, по сути. Не, ну, если бы меня поставили перед выбором все выкинуть и займемся, например, дайвингом, вот, я бы отказался заниматься дайвингом. Ты бы все выкинул? А, ты бы отказался дайвингом? Да, конечно, ну, то есть так понимаю. Ну, его нафиг дайвингом. Хотя, наверное, развелся бы, наверное, да, вот, вот, скорее так. Даже так? Да, да. У меня, кстати, так и было, в общем-то, в один момент. То есть тебя поставили перед выбором, ты развелся? Да, фактически так. Из-за музыки? О, да. Из-за железяк, из-за этих пыльных. Я просто понимал, что... То есть из-за какого-то пыльного железа? Ну, да, я просто видел в этом что-то такое нужное и не мог понять, почему у меня первая жена, почему она меня не понимает. Ну, наверное, это часто люди с этим сталкиваются. Бывает, да. Вот. И... Ну, я теперь прям счастлив, не жалею. И привет ей, короче, большой. Ну, теперь у тебя есть повод сказать своей супруге. Ну, я мою супругу очень люблю. Вот, сказать... Ты помнишь, что было с первой? А, да, да. Поэтому железочки у нас пылятся не зря, сказал ты. И железки стали работать. Значит, Сергей Малявин написал вот, что привет, а что, вкусненько так? Вначале даже не ожидал, что понравится. Посмотрите, как вы перековываете. Времени-то еще два часа не прошло, а людей уже цепляют, потому что... Хотя даже изначально они не думали, что это понравится. Что-то есть магическое в том, что... А как вы работаете... Вот мне просто любопытно стало. Как вы работаете на концерте? Что представляет из себя концерт вашего коллектива? Просто музыка, 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 музыка. Ничего больше? Или все-таки есть какой-нибудь перформанс, может быть, видеоинсталляции какие-то? Ведете беседы с залом, я не знаю. Обычно не ведем. Ну, а я коптаюсь вести, и потом выясняется, что фигня какая-то. Ведет. То есть просто поете одну за одной, и все? Ну, в основном, да. А почему не присутствует при этом, при всем, действительно, какой-то контакт с публикой? Да, нам так нравится. Не, на самом деле, контакт присутствует, но люди лезут там, как что-то, ну, все такое происходит. Все такое, это что-то, что ты сейчас имел в виду движением руки, вот это все такое, это что значит? Ну, общение с залом происходит мануально достаточно часто. Мануально? Ну, люди вылезли, ты его отпихнешь, ну, не надо. Ну, да, я понимаю, да, да, так позвоночник погладишь немножко. Ну, так, не, ну, мирно. Мирно, мирно, да. Хотя бывает и не всегда, иногда бывает, скажем, если играешь с какой-то, ну, с хорошей группой, и просто могут все уйти. Ты сейчас не про свою, вот не про эту группу говоришь, конечно. Да, я имею в виду, когда мы выступаем вместе с какой-то еще одной группой, публика может просто уйти, демонстративно, показав этим, что нас слушать не хотят. Такое тоже бывает. Я тогда расскажу коротко историю, вас это успокоит. В свое время группа Король и Шут, известная теперь уже давным-давно и популярная, и вошедшая уже, извините за слово, в аналы, в некотором смысле выступала на разогреве у гражданской обороны. Когда гражданская оборона была, что называется, звездами, а Король и Шут была молодая начинающая группа. И все, толпа ждала, естественно, выступления ГО. А на разогрев к ним прислали выступить молодую и неизвестную группу Король и Шут про упырей и вордалаков. Так вот, вся толпа, которой я ждал АГО, стояла вот так. Это я к тому, чтобы ты не переживал. Это нормально. Нет, мы здорово наблюдали подобную историю в 98-м году на концерте Rolling Stones. При всем уважении к грудь без сплин, огромное уважение, мы наблюдали как раз именно эту ситуацию в зале. Когда великий, ну, сплин вылезли, в общем-то, честно работать и разогревать людей, а люди показывали вот эту жесть пальцем. Ну и что ж теперь делать? Не жить после этого, по-моему, нормально. К сожалению, так устроен человек, что он сволочно устроен человек. Сволочно, честно вам скажу. Мало людей, которые с удовольствием воспринимают что-то новое и свежее, ну, просто потому что они к этому не привыкли. Но аудитория своего радио, это как раз та самая аудитория, которая любит новое, свежее, необычное, и за этим гоняется. И слава богу, что они слушают сегодня ваш эфир. Глядишь, появится у вас еще некоторое количество постоянных поклонников, слушателей, их ходцов, ходцов, ездецов, приедецов на концерты. Во. Так вот я вывернул неожиданно для самого себя. Хватит ли у нас с вами еще две песни будет, как минимум, да? То есть попадаем. Да. Отлично. Значит, все срослось, все как-то так правильно. Еще один момент, прежде чем вы что-то споете. Если говорить уже о будущих альбомах, да? Ты говоришь, что вот есть песни, которые пока не вошли в альбом. Но пока как будто бы эти песни готовятся, синглы же есть. Ну, они готовы, просто мы собираем. Не скомпилировая еще. Когда планируете эту историю? В конце декабря мы хотим, честно говоря, ну, пока не связываться так жестко с пластинками, с винилом. В декабре, в конце декабря выложить все это дело на закачку. Вот. И потом, если будет... Куда на закачку? Ну, в различные ресурсы, Bandcamp там какой-нибудь там. SoundCloud, вот. И если это будет востребовано, вот именно в этом случае, тогда можно связываться с издателями, какими-то издавать пластинку. А, то есть, вы хотите... Первая пластинка кто издавал? Издавали итальянцы, лейбл... Португальцы, Groovy Records. А, это да. А что португальцы-то, что не свои? Ну... Кто свои? Ну, я не знаю, у нас достаточно лейблов, которые могли бы издать. Почему вы обратились... Вы знаете, в тот момент, по-моему, мы что-то не видели вообще никого на горизонте. То есть, вот реально были португальцы, прям вперед-перед, им все отослали, быстро сделали. Ну, шло-то просто долго сюда. Вот. А здесь как-то, ну, вперед деньги, потом стулья. То есть, вот. Идея такая. То есть, сейчас вы тоже на своих не рассчитываете? Ну, а посмотрим. Я-то не знаю просто, кто здесь сейчас что будет делать. Я тоже не знаю. Кто винился издает, да. Не, я потом расскажу, кто. Есть такие структуры, которые издают. Мне, конечно, интересно точно. Есть такие структуры, хотя лучше в Португалии. 46-47, это короткий номер для СМС-сообщений ваших. Сначала свои, пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Ах, это путешествие в прошлое, в 60-е, хоть я и родился в 80-м, а меня прет. Ну, Константин Твердый такое вот написал. Что будет дальше? Дальше будет песня Something Inside Me. Как всегда, живой звук в программе живые. Напомню, здесь сегодня Тандербитс. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как обычно киношники поступают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну они работают еще до сих пор не вышел денис филюков вот режиссера денис филюков а митинге в россии 4 надо почитать а почему не написано кто саундтрек здесь вообще как как-то всегда там упускаю касается у нас там просто оформляется несколько сцен нашими песнями а так там есть еще какие-то исполнители не только мы наверное да музыку отдавали для этого кино но в общем я хочу вас поздравить ребята с тем что как-то несмотря на то что вы не широко известны пока подчеркиваю пока коллектив у вас уже все складывается как мне кажется более чем хорошо очень бы хотелось уже эфирно заканчивать к сожалению очень бы хотелось чтобы у вас действительно сложилось правильно как вы того заслуживаете а заслуживаете вы очень многого на мой взгляд я не хочу ни в коем случае сейчас перехваливать не быть оракулом но неоднократно уже уж простите за нескромность моя интуиция меня не подводила я думаю что у вас все должно быть тем паче хорошо если уж действительно еще и до нас вас подметили кинематографисты а это уже о многом между прочим говорит завтра программе живые группа химера музыка другого характера другого склада гораздо более жесткая если хотите сегодня за тандербитс будет заканчивать свою музыкальную программу какой песни последняя песня называется sing to me спасибо вам что были здесь спасибо что познакомили со своим творчеством аудиторию своего радио всего вам братца самого лучшего дай бог чтобы у вас сложилось как надо погнали всем пока до завтра антроцит 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!